здравствуйте вы смотрите программу шоу-бизнес меня зовут дмитрий крэнг и сегодня гость нашего эфира музыкант поэт исполнитель народный артист россии александр яковлевич розенбаум здравствуйте здравствуйте александр яковлевич вот вы недавно в сентябре отметили свой 60-летний юбилей можете поделиться вот за все это время какие основные жизненные выводы удалось сделать на основной вывод наверное нужно трудиться на благо людей которые живут с тобой на одной земле и трудиться надо честно ну вот это основной вывод уже все остальное там личная жизнь друзья это как у всех а главное это для того чтобы страна процветала нужно чтобы каждый на своем месте трудился честно вот как ему велит совесть родители там заповеди религиозные и многие другие вещи не наступать никому на горло не подставлять никому ножик а делать честно свое дело насколько ты его можешь делать а дальше уже люди оценивают но сейчас так много действительно людей наступают друг друга на горло и может быть не понимают почему нельзя этого делать вот как вы думаете почему этого нельзя делать да потому что это не по-христиански это не роет другому яму сам не попадешь это же так просто надо просто делать свое дело честно печь хлеб честно чтобы его хотели есть люди не воровать из него лишний пуд пшеницы дорогу надо класть честно не воровать из нее гравий песни надо петь честно желательно не под фанеру потому что это обман народа телевидение снимать нужно честно ты меня снимаешь час не вырезать то что тебе не понравится потому что ты так не считаешь ты же меня снимаешь мои мысли значит дай их людям послушать такими какие они есть я с удовольствием если не хочешь меня пускать вот так какой я есть тогда не ходи ко мне вообще но уж если пришел то дай меня таким есть а скажите вот вспоминая например вот этот отрезок пути какие-то основные этапы на которых менялась ваша жизненная позиция вот эту динамику знаете жизненная позиция мне не менялась принципы мои не менялись менялась отношения ну это все от возраста зависит человек в 40 лет не делает того что делает в 20 вернее подход другой немножко он может тоже самое делает другой подход а в 60 лет он уже не делает так как он делает это в 40 и это и называется наверное опыт это называется наверное мудрость если она есть не ум может быть у 18-летнего но мудростью 18-летнего не будет никогда жизнь не прожитающий скажите а в музыке уже полностью удалось реализовать нет либо никогда не удастся и никогда ни у кого не удаст сделать все полностью потому что нет предела совершенства его просто нет ну а что еще вот вы чувствуете там в ближайшее время еще нужно реализовать хочется конечно хочется хочется и музыку писать лучше и стихи писать лучше и в проблемы вкапываться глубже и техническое оснащение мы же идем вперед значит можно звуки делать совершенно другие да потому что музыка это не только сочинительство сегодня это еще и техническая оснащенность музыки если ты будешь играть сегодня на там не на дубовой какой-нибудь гитаре когда есть чудеса науки и техники дающие возможность изобразить отобразить музыкальный ряд неизмеримо выше чем это можно было сделать 30 лет тому назад вы врач все знают об этом скажите вот что в медицине вас вдохновляла вы как-то говорили что без медицины вы бы не состоялись как исполнитель как поэт а медицина это это прежде всего общение с людьми это даже не специальность для меня почему из медиков из врачей пришло большое количество людей в искусство да не потому что они умнее там агрономов на не просто с людьми работают медицина это психология это прежде всего знание людей это прежде всего знание человеческих особенностей которые проявляются в коре в подкорке в инстинктах меня часто спрашивают почему там песни глухари про меня вальс бастон про меня там я не знаю налетела грусть про меня и говорят разные люди разных возрастов и разных профессий да это не про них это про нас про всех потому что любовь к маме у нас одинаковая у нормальных людей она на уровне подкорки одинаково и любовь противоположному полу одинаковая любовь к родине одинаковая и так далее так далее мы в общем-то достаточно одинаковые мы люди мы животные не надо этого стесняться тип хордовые класс млекопитающий позвоночные но вот вы пишете такие глубокие тексты и вот напрашивается вопрос а были не случай вот медицине да когда не удавалось спасти пациента конечно что вы чувствовали привет украина влияло на творчество на творчество не знаю что это влияло конечно но у каждого доктора у каждого врача есть свое кладбище это нормальная такая история вы испытываешь что испытываешь испытываешь горечь сожаления в зависимости от того еще кого хоронишь если ты хоронишь там человека онкологического в крайней степени уже заболевания на восемьдесят первом году жизни или восемьдесят девятым это одно все равно жалко все равно ты горюешь но это одно если ты теряешь ребенка 15 лет который там упал с крыши это совсем другое скажите как переживали вот время перехода от советской эстрады к рыночной экономике может быть расскажете какие-то интересные не переживал не и сейчас не переживаю все изменилось ваша программа называется шоу-бизнес я очень это не люблю у нас к сожалению сегодня шоу для бизнеса а должен быть бизнес для шоу надо вкладывать очень много для того чтобы получился хороший продукт и делать это система я сегодня говорил об этом на концерте системное должно быть воспитания не должно быть нельзя сделать звезду за два месяца по телевизору но артиста нельзя сделать за два месяца подел нельзя вот кто бы мне ничего не говорил и все эти шоу классные понимаете это все для меня профанация артистов за два месяца по телевизору не делают их делают годами, десятилетиями. Всю жизнь делает артист. Это система. Вы согласитесь с тем, что, например, раньше на первый план выходили более талантливые все-таки артисты? Конечно. А сейчас может любой. Абсолютно. Дай бабки и все. Тогда были другие проблемы. Были проблемы идеологические. Разные, национальные какие-то проблемы. Сегодня их нету. Но сегодня одна проблема. Тебе нужно мало того, даже если у тебя есть эти деньги, ты должен их правильно принести. Ну и как вот зрителю-то отличить талантливо, а вот неталантливо? Вы должны этим заниматься. Друзья мои, я пришел на телевидение, дал вам бабок, сказал, вот у меня певица Диана. Вот она у меня красавица. За Диану записала голос Светлана. Просто у Светланы ноги короткие и грудь маленькая. А Диана, она вот на конкурсе красоты первое место заняла. И вы эту Диану поставили на сцену. Диана заверещала, пока за нее платят. А вы это все за бабки, потому что вам же заплатили на канал бабки. Ну, вы бы не персонифицировали. Не, 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 я не про вас, да, про нас. Условно, то есть... Нам на канал заплатили бабки, да. Или в рейтинг, в газету. Вася Сидоренков лучший певец таксистов. Пишут несколько газет. Таксисты понятия не имеют, только у Васи Сидоренков. Они вообще знать его не знают, и слышать-то не хотели. Но бабки заплатили. Люди написали. Деньги все, деньги, деньги. Люди гибнут за металл. А столько талантливых людей, у которых их нету. И им просто не прорваться. У меня есть четверостиши, если попробую. Там две строчки. Тогда талантом было не пробиться, сейчас талантом нечем заплатить. Когда-то Вы говорили, что секрет неувидаемости это честь и совесть. Вы могли бы обратиться к людям и что-то сказать тем, кто уже утратил то и другое? И как можно было бы вообще найти самого себя тем, кто потерял? Вы знаете, я не мессия и очень не люблю каких-то вот таких назидательных вещей. Это не ко мне. У нас тут есть пару рок-музыкантов. Вот они учат жить всех и считают, что они правильно делают. Но это их проблема. Я никого не учу, я ничего не знаю. Я хочу сказать одно. Постарайтесь свое дело делать честно. Вот все, что я хочу. Вот просто честно. Зарабатываю при этом деньги, но еще раз говорю, если ты работаешь строителем дороги, положи весь положенный гравий в асфальт. Или я не знаю, как там делается. Если ты работаешь певцом на 500-местном зале, ну не пой под фанеру, когда у тебя человек сидит за 2 метра от тебя. У тебя надувается там, то есть ты берешь там ля в верхнее, а у тебя ничего не надувается. Ну так не бывает. Ну не обманывай, просто не обманывай. Не считайте меня за быдло. Я не люблю, когда меня считают за идиота. Обращайтесь с народом, как с равным, как с родным человеком. Не врите, не лгите, не говорите неправды. Не говорите, что у нас все получают обалденную пенсию сегодня, потому что у нас половина народа получает пенсию в 6 тысяч рублей. Зачем? Вы врете. Вы сейчас занимаетесь политикой и состоите в партии «Единая Россия». Не, я состою в партии, но они меня, я даже не знаю, где у нас районная ячейка, я им не нужен. Они меня приняли, когда я им был нужен. А потом они меня благополучно забыли, я даже не знаю, где они находятся. То есть вы активного участия в деятельности партии не принимаете? Абсолютно. Тогда можете прокомментировать как-то вот события, прошедшие по России 10 сентября, вы знаете, я был в туре, но выборы, вы выборы имеете? Я имею в виду митинги протеста. Против результатов выборов. Ну протестовать имеет каждый человек. Я только хочу вот что сказать. Это мое глубочайшее убеждение. Я за созидательную оппозицию. Я за оппозицию. Оппозиция должна быть. Вы можете и должны быть со мной не согласны, если вы со мной не согласны. Но вы должны не разрушать, а строить. Потому что выйти и отболтать мы с вами можем спокойно все. А если нам еще и бабоньки дали немножко на карман, то мы пойдем, отголосуем, покричим и все прочее. Оппозиция должна быть конструктивна и созидательна. Потому что грабь награбленная, это старая история, разрушить до основания. А затем это старая история. Подготовьте сначала ту оппозицию. Не бабушек с кастрюлями. Не бомжей безденежных. Подготовьте лидеров, которым мы с вами поверим. А кто должен подготовить? Актив той или иной оппозиции? А как вы считаете, в России на сегодняшний день существует конструктивная оппозиция? Нет. Ну вот митинги прошли, а ЦИК не нашел доводов для пересмотра результатов выборов. Народ вышел, народ протестовал, народ высказал свою позицию, но ничего не произошло. Что дальше? Что делать? Как вы считаете? Я затрудняюсь вам говорить какие-то вещи конкретные, потому что самое страшное это кровь. Это по-любому. Это по-любому самое страшное. И этого нужно избегать. Каким угодно способом. что нельзя допустить революции ни в коем случае? Что такое революция? Я не знаю. Смена власти это революция? Ну, кто как понимает. В принципе, смена власти в демократическом государстве по идее это не революция, это нормальный естественный процесс. Сегодня не вы, а завтра я послезавтра. Революция это, наверное, больше свержение власти. Революция это свержение власти. Надо найти достаточные аргументы для того, чтобы этим заниматься. А для этого нужны серьезные подготовленные люди. А у вас есть собственные политические амбиции? Нет. Нет. У меня политическая амбиция только одна. Я хочу, чтобы в моей стране было хорошо. Все, что от меня зависит, я делаю на сцене. Вы это слышали сегодня. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Шоу-бизнес». С вами был Дмитрий Кренко и гость сегодняшнего эфира народный артист России Александр Яковлевич Розенбаум. Спасибо большое. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин